пожаловать спасибо что подключились очень приятно вас всех сегодня видеть пожалуйста обозначьте слышно ли и видно нас просто плюсиками в чате и мы будем очень признательны если вы напишите нам из какого города из какой компании вы подключаетесь нам очень интересна география наших участников это всегда интересно байр очень приятно добро пожаловать всем добрый день сегодня мы проводим мероприятие на тему порядок вы выезда иностранцев въезда простите выезда и пребывания выезда и пребывания въезда и пребывания иностранцев российской федерации сегодня с нами эту встречу организовывать партнерцы work permit казахстан это члены нашей ассоциации которые очень активны ануар мунбаев менеджер wpk group work permit казахстан групп компания уже очень много на рынке давно считается большими экспертами профессионали профессионалами в своем деле и сегодня компания пригласила своих партнеров россии и с нами спикер ирина пачхо руководитель практики корпоративной миграции виз vista point business support здравствуйте добро пожаловать ирина очень рады вас слышать я полагаю вы с нами подключаетесь из москвы да все верно да как я сказала мы изучаем географии наших мероприятий конечно онлайн формат позволяет делать просто какой-то абсолютно нереальный охват в плане географии коллеги наше мероприятие пройдется форме презентации мы будем рады видеть и слышать ваши вопросы по ходу ануар или я мы будем озвучивать эти вопросы мы хотим чтобы наша дискуссия была живая чтобы она была в таком формате когда мы общаемся друг с другом и вопросы идут по мере а того как идет презентация время семнадцати до восемнадцати часов по алматы мы имеем так и счастье заявлять по алматы конечно хотя правильнее сказать по нур султану проще по алматы по алматы но не знаю кому как а коллеги мы будем очень рады увидеть ваши комментарии да я вижу отра очень приятно без ждор без пор визу форта по-английски легче по прочитала очень приятно видеть вас что вы с нами здесь а мама от отрау очень приятно и мы видим людей очень многих из отрау митсу и очень приятно много представителей компаний которые не входят состав ассоциации кастры сервиса мы вас знаем помним и ждем вас так ipam system москва добрый день добро пожаловать очень рады москве шеврон нефтегаз москва нур султан очень приятно видеть ваши комментарии комик машинери а нур султан коллеги очень рады видеть вас на платформе евробак мы если вы еще не знаете что такое евробак пишите нам в чат мои коллеги здесь или елена кудряшова алия сарбасова евгения токарева будут рады ответить вам на все ваши вопросы макензия москва добро пожаловать очень много да сегодня у нас коллег из москвы это очень радует у нас есть такая традиция что мы даем буквально пять минут на сбор и дальше мы передаем слово спикером чтобы не тратить ценное время мы выходим сейчас в эфир на страницу журнала world monitor фейсбуке если вы можете поделитесь этой информацией у себя на своих страницах чтобы чем больше участников принимал участие и слушали наше мероприятие пожалуйста нуар пожалуйста ирина слово вам да сейчас опубликую как раз информацию от своего имени спасибо юлия за представление действительно сегодня география участников очень обширная мы рады тому что среди участников если представители московских компаний поскольку как показывает практика в казахстане представлены компании которые работают не только по каспийскому региону казахстан азербайджан туркменистан но и россия в том числе поэтому вопросы мобилизации и передвижения иностранных работников из россии в россию из казахстана в казахстан они очень актуальны поэтому мы решили пригласить наших партнеров компании vista immigration надеюсь сегодняшняя презентация будет очень интересная вопросы которые были адресованы до вебинара мы озвучим в ходе сегодняшней презентации мы обязательно ответим на все вопросы которые поступили к нам во время регистрации и будем также рады ответить на те вопросы которые мы уже получим в ходе зум-сессии как показала в сессии у нас в прошлой неделе касательно оформление виз въезда в казахстан мы будем тогда отвечать уже по ходу презентации на все вопросы участников я тогда предлагаю начать ирина передаю вам слово для вашей презентации да юлия ануар большое спасибо спасибо за приглашение очень рады провести совместный вебинар с нашими партнерами с WPK мы работаем уже не первый год сотрудничаем по разным миграционным вопросам и да действительно очень рады присутствовать на этом вебинаре и как вы знаете сейчас обстановка ковид внес очень большие изменения в жизнь всех стран всех людей соответственно в миграцию мы бы хотели данным вебинаром как раз обсудить все актуальные вопросы которые миграция связаны с миграцией в россии и довести до вашего сведения как все сейчас работает в россии кто может езжать в россию кто может работать можно ли оформлять те или иные категории визы и так далее наверное начну с того что познакомлю вас с нашей компании vista immigration это подразделение vista foreign business support мы предоставляем миграционные услуги корпоративным клиентам мы предоставляем услуги частным клиентам это абсолютно полный спектр миграционных услуг в российской федерации что касается корпоративных клиентов мы предоставляем услуги работодателям в оформлении разрешения на работу рабочих виз деловых виз что Что касается частных клиентов, это уже оформление, получение постеля, легализация, консульская легализация, оформление разрешения на временное проживание, вид на жительство и гражданство Российской Федерации. То есть, так сказать, полный спектр услуг. На рынке мы почти уже 20 лет находимся, наш офис находится в Москве, но, несмотря на это, мы также работаем в разных регионах Российской Федерации. Приблизительно 13 сотрудников, которые работают в миграционном отделе, с большим опытом работы. Я руководитель отдела по корпоративной миграции. Сама в этой компании уже больше 10 лет. Не первый год знаю, как миграция работает в России, то есть очень близко с ней знакома. Что касается наших клиентов, да, у нас более очень много клиентов. Есть глобальные компании, которых все знают. Есть компании, которые зарегистрированы в Российской Федерации. Как и говорила, работаем в Москве, очень плотно в Московской области, но также предоставляем услуги в разных регионах, например, в Санкт-Петербурге, в Южно-Сахалинске. То есть, предоставление услуг по запросу и по месту регистрации клиента. Также хотела бы отметить, что мы работаем с разными крупными партнерскими компаниями. В Казахстане это WPK. Также у нас есть другие партнерские компании по всему миру. Есть одна глобальная такая компания, с которой мы сотрудничаем также не первый год, более 15 лет и, соответственно, ведем общих клиентов. И хотела бы также отметить, что есть, что касается сотрудников компании Виста, есть специалисты, юристы, которые работают в офисе. И так есть специалисты, которые непосредственно ездят в миграционные госорганы разные, как вы знаете. Это Сахарова в Москве, где оформляется разрешение на работу, там Покровка, где приглашение. Соответственно, эти сотрудники у нас работают также не первый год. За каждым основным госорганом закреплен один человек. Соответственно, наша компания добилась того, что мы всегда стремимся к очень хорошим отношениям, не только с нашими клиентами, партнерами, но также и с госорганами. Вопросы взаимоотношений с государственными органами в Казахстане тоже немаловажны. Это подчеркнут все присутствующие. Это все происходит на легальных основах, то есть это встреча с руководителями, если какие-то проблемы происходят с замами. Все решается на основании дополнительных писем от работодателей, которые требуются при встрече с руководителем. Если там есть какая-то проблема, соответственно, эта проблема решается уже на более высоком уровне с заместителями или руководителями того или иного миграционного отдела. Также хочу обратить ваше внимание, что мы являемся членами разных ассоциаций в Москве. Это ассоциация европейского бизнеса, которая сейчас довольно, так сказать, они очень стараются вовлечены в миграционные процессы и решают очень много, так сказать, не очень приятных нюансов, которые сейчас в законодательстве. Есть американская торговая палата и так далее, то есть мы сотрудничаем также с разными ассоциациями, которые находятся в Москве. Ирина, я хочу сказать, что ассоциация европейского бизнеса входит в состав European Business Organizations World Wide Network, членами которыми является Евробак в том числе. Мы все коллеги и очень рады слышать, что темы у всех одинаковые. Темы одинаковые, да, соответственно, все компании, ассоциации, такие миграционные компании, как мы, мы стараемся лоббировать какие-то законы, потому что вот в продолжении у нас будут нюансы, я обсужу. По презентации есть новый приказ МВД, который удалил сопровождающих членов семьи, как раз вот и наша компания старается писать письма в правительство, в МИД, в МВД, чтобы как-то акцентировать внимание, что удалять эту категорию просто невозможно, потому что очень много иностранных граждан с семьями проживают здесь и также ассоциации тоже самое, да, делают. Что касается самой презентации по ковид, наверное, начну с того, что вы все знаете, в марте прошлого года правительством Российской Федерации было принято закрыть границы для въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию. Также было принято решение приостановить выдачу приглашений, разрешение на работу и виз для тех граждан, которые находились на тот момент за пределами Российской Федерации. То есть где-то в марте месяце у нас был полный локдаун, никакие миграционные услуги не осуществлялись, были очень большие вопросы, что делать с людьми, которые находятся здесь, потому что даже вот я помню, одну или две недели, если я не ошибаюсь, приема даже не было, приема миграционных документов для тех, кто был в стране. Соответственно, правительство закрыло наши границы постановлением 635-Р, которое сейчас самое такое основное, так сказать, одно из основных постановлений правительства Российской Федерации, но постепенно в это постановление правительство Российской Федерации начало добавлять категорию иностранных граждан, кому позволили въезд в Российскую Федерацию. Это постановление обновляется довольно часто, каждый раз вносятся новые категории иностранных граждан, кому наше правительство позволило въезд, и я чуть-чуть попозже как раз поговорю по поводу этих категорий. Второй очень основной закон – это указ президента Российской Федерации, который как раз регламентирует правовое отношение иностранных граждан, которые въехали до ковида в Российскую Федерацию, но, к сожалению, они не смогли выехать из страны, по причине, что, вы знаете, практически очень многие страны закрыли свои границы, и даже сейчас не совсем легко и возможно уехать в ту или иную страну в зависимости от эпидемиологической ситуации этой страны. И, соответственно, есть очень большая категория иностранных граждан, у которых, соответственно, визы истекли. И для того, чтобы урегулировать их правовое положение в России, как раз президент Российской Федерации выпустил свой указ, в котором указано, что у иностранных граждан, у которых истекли миграционные документы с 15 марта прошлого года, и которые истекут по 15 июня этого года, их миграционные документы продлеваются на 458 дней. Какие это документы? Это всех типов визы российские, это миграционные карты, которые выдаются иностранным гражданам при въезде, это регистрация, то есть миграционный учет, это разрешение на временное проживание и вид на жительство. То есть приведу пример. Например, иностранный гражданин въехал по туристической визе, туристическая виза выдается обычно, она однократная и выдается до 30 дней. Человек въехал посмотреть Россию, начался ковид, виза истекла, выехать человек не смог. Указан президента, такая виза действительно 458 дней с даты истечения. Здесь я хотела бы еще добавить такой нюанс, что, к сожалению, некоторые территориальные УВД трактуют этот указ чуть-чуть по-другому. И мы сталкиваемся довольно часто, особенно с территориальными подразделениями МВД, когда идем оформлять миграционный учет, то есть регистрацию иностранного гражданина. Их мнение следующее, что регистрации автоматом продлены до 15 июня, то есть по сроку действия указа президента. Это тоже надо, так сказать, учесть. Мнение чуть-чуть отличается. Указ четко говорит, что да, эти документы предлины на 458 дней после истечения срока действия документов. Регламент президента не распространяется на разрешение на работу, на патенты и на разрешение на привлечение. То есть все эти документы, они действуют по сроку своего действия, по дату истечения, и, соответственно, по регламенту МВД надо подать документы на продление в сроки, которые как раз регламентированы тем или иным приказом. Вот такая ситуация, то есть вкратце. Можно вопрос по теме задать? Я правильно понимаю, здесь речь идет о миграционной амнистии? Миграционная амнистия, да, я тоже не обязательно поговорю. По указу президента также предусмотрена амнистия и также не предусмотрена депортация людей. Это чуть-чуть следующий слайд, мы до него дойдем, я обязательно поговорю. Что касается категории граждан, которые могут въезжать в Российскую Федерацию сейчас. С 635-м постановлением сейчас указано довольно большое количество иностранных граждан, которым позволен въезд. Я перечислю самые основные, самые актуальные, которые встречаются, так сказать, очень часто. Это владельцы вид на жительство Российской Федерации. То есть если у иностранного гражданина, любого, из любого государства, есть вид на жительство Российской Федерации, которое выдано на основании любого документа. Например, вид на жительство можно получить по квоте, на основании того, что у человека до этого было разрешение на временное проживание. Можно получить, если человек получил сертификат и знает русский язык. То есть там очень много оснований. Если у человека есть вид на жительство, данный человек может спокойно въезжать на территорию Российской Федерации. И такой въезд может быть многократным. То есть нет никаких ограничений и не надо получать ФСБ списки. Что такое ФСБ список? Несколько категорий иностранных граждан, которые указаны в постановлении, они могут въезжать в страну без получения ФСБ разрешения на въезд. Но есть категория иностранных граждан, которым обязательно надо получить ФСБ разрешение на въезд. Как это разрешение получается? Соответственно, работодатель или заказчик обращается в профильное министерство по отрасли с заявлением о внесении иностранного гражданина в списки ФСБ. Профильное министерство, пример приведу. То есть если мы говорим об отрасли нефть и газ, это будет министерство энергетики. Соответственно, компания работодателя, которая привлекла высококвалифицированного специалиста, она подает заявление в министерство энергетики. В свою очередь, министерство энергетики через многофункциональный государственный интернет-портал госуслуги передает данные в ФСБ и также направляет списки в МВД России. ФСБ России, в свою очередь, отправляет списки иностранных граждан, которым был одобрен въезд на пограничный контроль, через который иностранный гражданин планирует въехать в страну. А МВД России, в свою очередь, отправляет списки в территориальные миграционные подразделения, где в дальнейшем тот или иной работодатель планирует оформить миграционные документы. И что касается, например, иностранных граждан, которые въезжают по вид на жительство, соответственно, им не надо получать ФСБ-списки. То есть для них основанием является как раз документ вид на жительство, который они предоставляют на пограничном контроле и их пускают. И такой въезд может быть многократным. Вторая очень актуальная категория – это инженеры. Инженеры иностранных компаний, которые производят оборудование и поставляют оборудование в Российской Федерации. Соответственно, они это оборудование продают, заключают контракты с заказчиком Российской Федерации и на основании этого контракта в дальнейшем отправляют своих техников. Для того, чтобы оформить приглашение или визу монтажной работы, первый шаг – это как раз заказчику получить ФСБ разрешение на въезд. Когда ФСБ разрешение на въезд есть, уже, соответственно, заказчик или дочерняя компания-производителя, для поставщика оборудования в Россию оформляет приглашение с целью въезда монтажной работы, и консульство Российской Федерации выдает визу с целью въезда монтажной работы. Инженер въезжает в страну, он есть в базе данных пограничной службы, его спокойно пропускают. То есть без этого разрешения инженера не пропустят, и, к сожалению, каждый раз, когда технику необходимо въехать в страну, каждый раз заказчику необходимо обращаться для внесения иностранного гражданина в списки. То есть если на протяжении, например, года по ротации инженеру необходимо заехать три раза в страну, значит три раза подается заявление в профильное министерство для открытия въезда. Ирина, а можно вопрос? Здесь не в зависимости от гражданства и иностранных инженеров. Если даже инженеры из Казахстана приезжают, соответственно, разрешение ФСБ также требуется. Здесь, смотрите, есть еще такой нюанс. Следующим слайдом я покажу сейчас на данный момент. Спасибо за ваш вопрос, да, очень хороший вопрос. Есть открытые страны, 32 открытых страны, с кем у России есть авиасообщение. То есть когда речь идет о том, чтобы для таких граждан оформить приглашение, тогда наши миграционные службы не требуют списков ФСБ. То есть если человек из открытой страны, ты подаешь документы в миграционную и, соответственно, поглашение, на основании которого потом консульство выдает визу. Что касается въезда, сейчас на сайте, на официальной страничке Федеральной иммиграционной службы написано, что для техников обязательно надо получать ФСБ разрешение. Соответственно, я бы сказала и рекомендовала всем заказчикам в любом случае для инженеров открывать въезд, чтобы не было проблемы при пересечении границы. Это такой нюанс. Что касается, опять же, въезда из Казахстана, здесь ситуация чуть-чуть другая. Гражданам Казахстана не требуется виза, как вы знаете. Соответственно, просто Казахстан входит в список стран, с кем открыто авиасообщение. Соответственно, они спокойно из Казахстана могут прилететь в Российскую Федерацию. Единственное, только опять же на КПП они заявляют цель своей поездки. И здесь есть вероятность, что сотрудники пограничной службы, когда услышат, что инженер въезжает для осуществления монтажных работ на поставленном оборудовании, они могут как раз начать искать вот эти списки, которые оформляются заказчиком и подаются как раз в профильное министерство. Ирина, тут есть вопрос, но он касается работник гражданин РК пересечения автограницы. Да. Автотранспортом, да? Да. Пересечения РФ вида на жительство при наличии и отсутствии близких родственников Российской Федерации. Вы можете, пожалуйста, второй вопрос повторить? Я не услышала. Давайте, да, я перефразирую. Гражданин Казахстан хочет приехать в Россию для получения ВНЖ, при этом пересечить границу он хочет на автомобиле. Вот. Спасибо большое. Значит, к сожалению, эта опция, она закрыта. То есть для открытых стран, вот по пункту это как раз давайте обсудим, открытые страны, я сейчас перейду плайдом. У нас сейчас 32 страны, Казахстан тоже входит. Но здесь есть очень большое ограничение. Въезд без ФСБ разрешения возможен только авиасообщение. То есть у нас были прецеденты, когда граждане Республики Беларусь также на машине въезжали через сухопутные границы, их не пропустили. Их не пропустили, потому что для пропуска требуется ФСБ список. То есть если мы говорим об открытых странах, соответственно, 32 страны, с этими странами открыто прямое авиасообщение, въезд без ФСБ списков можно только прямым авиасообщением. Если вы хотите заехать через сухопутную границу, соответственно, здесь можно обратиться в профильное министерство, если у вас позволяет статус это сделать, вашему работодателю, скажем, или заказчику, чтобы открыть въезд. Но сейчас я предвижу, что, может быть, у данного гражданина не будет никакого основания получить, внести, так сказать, себя в эти списки. Соответственно, в Россию он может только прилететь. Ну, а в Алма-Ате, в Казахстане, по-моему, та же самая история, что сухопутно не въездишь только авиа. Да, все верно. В Казахстане аналогичная ситуация. Единственное, что для получения того же ВНЖ, гражданину России в Казахстане, возможно, при пересечении границы именно наземным транспортом будет отказан, потому что, ну, фактически, если нет родственников в Казахстане, которые могли бы подтвердить необходимость срочного приезда иностранного работника или иностранного гражданина в Казахстан, то тогда такая поездка, она может быть просто отменена. Если гражданин, иностранный гражданин, гражданин России, точнее, с видом на жительство, и его приглашает тропотодатель в Казахстане, то тогда они могут оформить для него разрешение на въезд, и он может заехать на автомобиле. Но в противном случае тогда ему нужно будет лететь на самолете и здесь не какие-то ограничения. Просто сейчас, видите, вопрос очень актуален по цене авиабилетов из-за отсутствия большого количества рейсов между Казахстаном и Россией, стоимость билетов резко возросла, и поэтому немногие могут просто осилить поездки авиасообщением, авиаперелетом. Да, к сожалению, мы об этом слышали, да, и очень многие граждане Казахстана обращаются к нам с этими вопросами. Нет, к сожалению, нет. Но я хотела бы еще здесь сразу, так как мы заговорили про граждан Казахстана, сейчас вот если вы смотрите этот список, в этом списке все страны Евразийского экономического союза, то есть это Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. То есть они могут прилететь из своей страны прямым авиасообщением, но также, обращая внимание, что для граждан евразийского, граждане вот этих стран также могут прилететь через Белоруссию, через Киргизию и Армению. А если у них на руках, то есть они сдали тест, тест на ковид отрицательный, и обязательно у них должно быть мобильное приложение «Путешествуем без ковида». Соответственно, в этом приложении должен быть как раз загружен вот этот отрицательный тест, то есть такая возможность есть. То есть вот пример. Гражданин Казахстана может прилететь из Казахстана, а если он на данный момент находится в Киргизии, он также может прилететь из Киргизии только авиасообщением, и в приложении у него должно быть мобильное приложение «Путешествуем без ковида», где как раз будет информация о том, что он сдал тест, и этот тест отрицательный. Ирина, подскажите, а как это называется прям приложение на русском? Приложение, оно прям так и называется «Путешествуем без ковид-19». Без ковид-19. Потому что в Казахстане такого у нас нет еще. Это новое. Значит, в этом году в первый раз дали возможность такого въезда гражданам Евразийского экономического союза, из Белоруссии, из Армении. Сначала, если я не ошибаюсь, с 1 февраля по 1 марта, потом они продлили с 1 февраля по 1 апреля, а сейчас даты, сроки убрали, то есть уже возможно въехать в любое время, и также еще добавили одну страну, Киргизию. Это должно работать. Единственное, мой комментарий в любом случае связывается перед полетом с авиакомпанией, потому что у нас был очень странный прецедент, когда гражданину Киргизии с аэрофлот сказал следующее, что мы пропускаем граждан Киргизии на борт без ФСБ списков только по пятницам. То есть, ему это сказали. Он, несмотря на этот факт, решил прилететь. Даже, мне кажется, его даже не пропустили. То есть, там вот опять же такие ограничения. Почему, я не знаю. Это может быть как раз связано с тем, как вы сказали. В Казахстане, например, очень дорогие билеты. Я знаю, что они распродаются заранее, на 3 месяца можно даже не въехать. Может быть, действительно, в Киргизии еще какое-то распоряжение, например, пускать на рейс только по пятницам, у кого нет ФСБ списков. Что касается... К сожалению, здесь мы сами не можем комментировать, почему так происходит. То есть, в постановлении очень четко прописано 32 страны. Да, въезжайте. Рейсы есть, въезжайте. Что касается этого списка, смотрите, кроме этого списка могут заехать не только граждане этих стран, а также у кого есть вид на жительство этих стран. Только это должно быть официальное вид на жительство. Ни разрешение на временное проживание, ни там какая-то виза, прям вид на жительство. Например, третьим пунктом у нас идет Турция. Гражданин Турции может прилететь в Россию из Стамбула, из Анкары прямыми авиасообщениями. Также, например, гражданин, скажем, Канады живет в Турции не первый год, имеет вид на жительство официальное. Соответственно, этот гражданин спокойно его пропустят на борт в том же самом Стамбуле и Анкара. И, соответственно, здесь его пограничные службы пропустят. То есть это должен быть официальный документ, вид на жительство любой из этих стран, чтобы из этой страны прилететь в Россию. Что касается, очень часто бывают вопросы, а можно ли прилететь транзитом, а можно ли прилететь через другую страну, третью страну. Нет, нельзя, вас не пропустят, потому что в этом случае должны быть ФСБ-списки. И также, если вы обратили внимание, под пунктом 1 у нас идет Великобритания. Великобритания – это одна из первых стран, с которой Россия открыла авиасообщение. Но, к сожалению, сейчас до 16 апреля приостановили авиасообщение. И это связано с тем, что в Великобритании в декабре, если я не ошибаюсь, обнаружили новый штамм. И, соответственно, в декабре приостановили авиасообщение на две недели. Потом наше правительство продлевало это приостановление авиасообщения несколько раз. Если я не ошибаюсь, сейчас четвертый раз продлили. То есть, что это означает? Сейчас граждане Великобритании, к сожалению, они не имеют возможности прилететь в Россию. Ждем 16 апреля. Либо продлят ограничения, либо снимут ограничения. И также здесь, наверное, я бы акцентировала внимание, что также Роспотребнадзор выпустил постановление, где написано, что все иностранные граждане и граждане Российской Федерации, которые приезжают из Великобритании и Северной Ирландии, они должны сидеть на карантине 14 дней. Все это также связано с этим штаммом коронавируса, который распространяется в Великобритании. То есть, вот по этому слайду такие комментарии. И, наверное, здесь еще я хотела бы добавить, что, как и в многих странах, тоже требование обязательно в течение 72 часов до приезда в Российскую Федерацию сдать тест, ПЦР-тест на COVID и, соответственно, на руках иметь отрицательный тест, который либо на русском языке, либо на английском языке, чтобы человека допустили на борт и, соответственно, также он при себе имеет этот документ, который также могут проверить здесь на пограничном контроле. Без отрицательного ПЦР-теста иностранного гражданина на борт не запустят. Для граждан Российской Федерации ситуация чуть-чуть другая. На борт их пропускают, но по прилету у них есть как раз вот эти три дня, чтобы обратиться в клинику, сдать тест. И граждане Российской Федерации должны самоизолироваться до того, как этот тест, отрицательный тест, будет готов, и загрузить на госуслуги. Если тест показывает, что тест положительный, соответственно, это уже карантин 14 дней. Ирина, такой еще один точнейший вопрос по гражданам Великобритании. Я правильно понимаю, если, например, гражданин Великобритании проживает условно в Японии, на основании разрешения или видное жительство в Японии, и он приезжает на проект в Россию, ему будет запрещено въезжать, потому что он гражданин Великобритании. Или все-таки будет разрешен въезд, потому что он не из Великобритании приезжает. Да, здесь, смотрите, если у него есть японское видное жительство, и он из Японии летит, его пропустят. Здесь просто ограничение полетов с самой Великобританией. Я думаю, здесь никаких проблем не должно быть, потому что Япония в списке. Соответственно, если есть видное жительство этой страны, он просто из Японии прилетает. А если гражданин Великобритании прилетает из Казахстана? Смотрите, здесь самое основное, если мы говорим о въезде из стран гражданами, которые они не являются. В этом случае должны быть вид на жительство этих стран официальные. Если у человека есть вид на жительство той или иной страны, он из этой страны может прилететь с прямым авиасообщением. Соответственно, здесь я бы сказала, что если гражданин Великобритании официально проживает на территории Казахстана и имеет вид на жительство из Казахстана, он может из Казахстана прилететь в Россию. То есть это относится, вот мы не берем, верну слайд к этому списку, смотрите, здесь 32 страны. Что касается вид на жительство, это может быть любая страна, которая не входит в этот список. Вот США, США нет в этом списке, но если у гражданина США есть вид на жительство любой из этих страны, официальный документ неразрешения на временное проживание, как я сказала ранее, он может из этой страны прилететь в Россию и его пропустят. То есть, например, гражданин США проживает в Швейцарии, он прилетает из Швейцарии. Проживает, я не знаю, в Казахстане, он прилетает из Казахстана. Но при этом для въезда в страну ему нужна будет виза, да, в зависимости от цели пребывания. Да, виза, да, да, все верно, то есть у нас есть в России страны СНГ наши, которым не требуется виза для въезда в Российскую Федерацию, все остальные страны это визовые страны, мы так их называем, соответственно, требуется, обязательно требуется та или иная виза, чтобы заехать в Российскую Федерацию. Здесь, Ирина, как раз несколько вопросов поступила, давайте я озвучу, как раз актуально в части въезда в страну. Добрый день, может ли гражданин Японии на основании рабочей российской визы выехать из России в Казахстан в командировку и вернуться из Казахстана в Россию без получения списка ФСБ? То есть, чтобы ему разрешили на пограничном контроле пересечить границу России? Здесь у меня сразу тоже вопрос, гражданин Японии в России трудоустроен на основании статуса ВКС или нет? Если он ВКС, высококвалифицированный специалист, тогда работодатель должен ходатайствовать, то есть он может выехать без проблем, но для того, чтобы из Казахстана гражданин Японии заехал обратно, работодателю надо получить ФСБ разрешение на въезд. Я, как поняла из вашего вопроса, в Казахстане у него нет никаких документов, он просто едет туда в командировку. В таком случае, да. Если у него стандартное разрешение, то есть статус не ВКС, тогда нет никакого основания получить ему ФСБ разрешение. Я об этом как раз сейчас поговорю. Да, хорошо. И давайте еще один вопрос. На данный момент для пересечения российско-казахстанской границы гражданам РК, выезжающим с целью осуществления трудовой деятельности на работу, необходимо иметь трудовой договор, контракт или разрешение на работу. Здесь, скорее всего, только именно трудовой договор. Да, потому что гражданам Казахстана нет необходимости получать ни разрешение, ни патент. Они трудоустроены на основании как раз контракта только. Но здесь, на самом деле, вопрос не прозвучал. В итоге, этим лицам разрешено однократное пересечение или многократное? Я так понимаю, вопрос. Казахстан входит в список стран. Все эти страны, они входят в список. Многократный въезд, выезд. Без проблем. Да, и здесь еще один вопрос. Давайте именно касательно России. Могу ли я выехать на автомобиль в Россию для посещения кладбища? И что для этого необходимо? И потом сразу следующий другой вопрос. Могу ли я на самолете выехать для посещения кладбища? И затем на каких условиях я могу вернуться из России в Казахстан? Это гражданин Казахстана, я правильно понимаю? Да, я так понимаю тоже, да, гражданин Казахстан. Здесь, как мы обсуждали, только прямым авиасообщением надо приедеть, потому что вас могут не пропустить. То есть открытые страны только через авиасообщение на машине, к сожалению, езд невозможен. И также, что касается выезда, я бы сказала следующим образом, что Российская Федерация не должна препятствовать иностранному гражданину в выезде. Я предполагаю, что здесь выезд возможен также через сухопутную границу, но я бы рекомендовала все-таки дозвониться до КПП предварительно до выезда и уточнить, что действительно не возникнет никаких проблем, если вы потом... На самолете приехали, а на машине можете уехать. Да, 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 уехали. Здесь лучше, конечно, уточняться, потому что вот этот момент я сейчас не могу вам сказать, но, по крайней мере, ну, подтвердить, но, по крайней мере, выезд возможен для всех и всегда. Я, наверное, добавлю, что срок пребывания не должен превышать 30 дней, чтобы не оформлять регистрацию, разрешение на временное проживание. Это верно. Если срок пребывания как раз будет превышать 30 дней. Да, здесь идет уточняющий вопрос по поводу лиц, которые въезжают с целью осуществления трудовой деятельности. ПСФСБ утверждает, что иностранным гражданам, въезжающим в РФ с целью осуществления трудовой деятельности на работу, имеют право на однократное пересечение. Это граждане Казахстана? Вначале говорили о гражданах Казахстана, а сейчас, я так понимаю, уже другие граждане проходят. Вот. Ну, я, наверное, прокомментирую этот ответ следующим образом, что все-таки, если мы сейчас говорим о гражданах Казахстана, Казахстан открытая страна, многократный въезд возможен. Если это какая-то другая страна, которая не входит в этот список стран, да, соответственно, здесь надо понимать, если иностранный гражданин трудоустроен в качестве высококвалифицированного специалиста, он может въехать только после того, как работодатель получит ФСБ разрешение на въезд. Если он трудоустроен на основании другого статуса, вот у нас еще в России есть стандартные разрешения, которые на один год выдаются, к сожалению, работодатели не могут подавать заявление на открытие въезда, потому что 635-м постановлением это не регламентировано. То есть здесь прям надо конкретику понимать, о каких гражданах идет речь и какое трудоустройство. Но я из своей практики могу сказать, у нас очень много высококвалифицированных специалистов, трудоустроенных из открытых стран, они спокойно въезжают. То есть главное получить разрешение на въезд. Вот я бы вернулась к слайду, как раз кто может въезжать, и чуть-чуть прокомментировала. Что касается людей, вот как раз актуальные вопросы, они уже ваши коллеги уже задают. Что касается людей, которые трудоустроены в Российской Федерации, открыть въезд возможно только для тех, кто трудоустроен в качестве высококвалифицированных специалистов и только членам их семьи. То есть если трудоустроен на основании патента, стандартного разрешения на работу, если это преподаватель, просто преподавателям это отдельная категория граждан, которым не надо оформлять разрешение на работу, они трудоустроены на основании ВИЗ трудового договора и ВИЗ целью въезда трудовая деятельность. Регламентом 635-м постановлением не регламентирована возможность ходатайства о получении ФСБ списка. Такая опция существует только для высококвалифицированных специалистов, мы их вкратце называем ВКС и члены их семьи. Как этот момент сейчас происходит? Ранее в 2020 году можно было однократно въезд запросить, но очень такой положительный момент произошел в феврале. В феврале внесли в 635-е постановление и сказали, что для высококвалифицированных специалистов и членов семьи можно получить многократный въезд. Как этот момент происходит? Работодатель один раз обращается в профильное министерство, человека вносят в списки. Информация о том, что человека внесли в списки, теперь отображается и можно проверять всем на сайте госуслуг, можно проверить иностранному гражданину. Даже работодатель российский гражданин может просто через свой профиль личный кабинет войти, ввести данные ФИО иностранного гражданина, паспорт иностранного гражданина и сразу выбивается информация. Если вы видите, что человек есть, там прям выбивается информация, например, Джон Майкл разрешен въезд, период въезда с такого-то числа по такое-то число. Это означает, мы уже неоднократно получали письменные подтверждения из ФСБ, из Министерства цифрового развития, который как раз разрабатывала эту систему, так сказать, передачу данных через госуслуги. Все они подтверждили, что действительно многократный въезд возможен. Но многократный въезд возможен только в рамках периода, который указан на сайте госуслуг. Пример. К вам обратился ВКС и говорит, что у него планируется много командировок в этом году. Соответственно, вы, как работодатель, обращайтесь в профильное министерство. Профильное министерство через Минцифры подает данные в ФСБ через госуслуги. Вы потом через какое-то время можете проверять, внесли человека в списке или нет на госуслугах, и там отображается срок. В рамках этого срока возможен многократный въезд. То есть позитивный момент заключается в том, что каждый раз, когда иностранному гражданину надо выехать за границу, уже не надо подавать документы в профильное министерство. Один раз подали, вам открыли срок для въезда, и в рамках этого срока многократно можно въезжать. Также можно въезжать сопровождающим членам семьи. Минцифры нам подтвердили. Мы также очень много запросов, когда есть моменты, которые не до конца ясны тем или иным постановлением, мы пишем запросы официальные в МВД, в разные госучреждения, соответственно, получаем официальные ответы. Минцифры нам подтвердили, что можно запросить период для въезда, для ВКС до конца этого года. Очень большой срок. Что касается еще таких, самой основной еще категории, это сопровождающие члены граждан Российской Федерации. То есть, например, если у гражданина Российской Федерации есть супруг или супруга, иностранный гражданин, они могут въехать вместе, ФСБ списки не требуется, въезд осуществляется, как я сказала, вместе, и на КПП предоставляется свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, чтобы подтвердить родство с гражданином Российской Федерации. Единственное, в этом моменте миграционную базу данных для таких иностранных граждан и миграционные карты указывают частную цель въезда. Здесь я бы хотела акцентировать внимание на высококвалифицированных специалистов, у которых есть также семья граждан Российской Федерации. То есть, они могут въехать в страну на основании статуса ВКС, если у них есть списки ФСБ, и также въехать на основании, например, свидетельства о браке с гражданкой Российской Федерации. Но мы уже столкнулись с тем, что так как если въезжаешь в страну как сопровождающий член граждан Российской Федерации, миграционки ставят частную цель въезда, что, соответственно, для тех людей, кто работает в России, неправильно. Соответственно, для ВКС единственный вариант правильный – это когда работодатель открывает въезд через профильное министерство, потому что у тех людей, которые работают в Российской Федерации, должно быть разрешение на работу, рабочая виза и миграционная карта, где указана как раз цель въезда работы. В этом постановлении также есть другие категории иностранных граждан, которым позволен въезд. Это, например, сотрудники дипломатических учреждений, консульских учреждений, международных организаций. В случае, как уже вопрос задали, если на похороны въезжают, то здесь предоставляется копия свидетельства о смерти и копия свидетельства, чтобы подтвердить родство, потому что это должен быть родственник. То же самое можно въехать на лечение. В этом случае лечебная организация должна ходатайствовать об открытии въезда. Можно приехать в Российскую Федерацию за уходом за больным человеком, родственником ближайшим. Также надо подтверждать родство с этим человеком и предоставлять документ, чтобы подтвердить, какая болезнь, зачем требуется въезд. Переселенцы также могут без проблем ехать в Российскую Федерацию транзитом. Что касается транзита, это только транзит, когда человек не выходит из аэропорта. То есть здесь сразу надо это обговорить, потому что могут задать вопросы, а можно ли выйти из аэропорта, погулять денек и вернуться. Нет, это уже не транзит. Вот транзит, то есть не выходишь из аэропорта, сидишь в транзитной зоне и, соответственно, летишь дальше. Ирина, а вот вопрос по поводу транзита. Если, предположим, гражданин, условно, Китая, летит через Россию, например, условно, в Европу. В этом случае, например, его транзитный перелет и пребывание в аэропорту будет занимать, условно, 12 часов. Он не выезжает, не выходит из территории аэропорта. Для перелета по транзиту нужно ли ему виза, или же это делается без визы? Смотрите, что касается транзита, надо обращаться, если я не ошибаюсь, просто здесь такие визы не делаются в стране, но у нас были прецеденты, как раз граждане Казахстана транзитом, которые летели через Россию в Казахстан, были прецеденты, когда как раз их работодатели запрашивали транзитные визы, и такие визы выдаются в консульство Российской Федерации. Граждане Китая вы имеете в виду? Не граждане Казахстана, а граждане Китая, да? Да, да, извините. Я, наверное, здесь сделала следующее действие. Во-первых, позвонила в аэропорт, уточнила данную информацию, и также позвонила бы в консульство Российской Федерации в Китае и уточнила, требуется ли транзитная виза в этом случае и выдаётся ли транзитная виза сейчас. Потому что здесь, да, к сожалению, я вот сейчас не могу комментировать, очень практически все визы сейчас не выдаются, там есть ограничения, тоже поговорю по поводу этого. Здесь, может быть, даже и сейчас не выдают такие визы. У нас тоже как раз вопрос задавали, посольство России в Казахстане приостановило выдачу виз, какие категории виз сейчас могут выдаваться консульствами, потому что по аналогии с Шенген-зоной тоже не все страны ЕС выдают визы, например, там, с туристической или с частными поездками. Где-то какие-то, может быть, ограниченные деловые категории виз и рабочие визы. Вот этот вопрос, конечно, тоже будет актуален. Да, у нас, что касается, значит, вот я, наверное, на следующий слайд перейду, что касается рабочих виз, для тех людей, у которых нет никаких документов, но хочет приехать в Россию работать, единственный вариант сейчас это оформить человека как высококвалифицированного специалиста. То есть такие приглашения, разрешения на работу и визы выдаются. Для других категорий иностранных граждан, которые хотят там трудоустроиться, скажем, по стандартному разрешению на работу, нет, такой опции нет, если ты не в стране. То есть сейчас открытая опция – это как раз ВКС. И здесь самый такой основной нюанс – это, опять же, компания работодателя начинает с того, что получает ФСБ разрешение на въезд. Человек должен отобразиться во всех базах данных, включая миграционные службы. Потом миграционные службы, когда видят человека уже, работодатель подает документы на разрешение на работу, на приглашение. Когда приглашение готово, иностранный гражданин идет в консульство Российской Федерации в стране гражданства или проживания, получает визу. На основании этой визы въезжает, и после въезда обязательно предусмотрен карантин. Для тех, кто въезжает в Российскую Федерацию с целью въезда трудовая деятельность. Очень часто задают вопросы, «А надо ли сидеть на карантине, если у меня отрицательный тест на руках? А надо ли сидеть на карантине, если я уже вакцинировался?» Мы недавно писали ответ за вопрос в Роспотребнадзор и получили четкий ответ, что для тех иностранных граждан, которые въезжают с трудовой точки зрения, с трудовой целью въезда в Российскую Федерацию, они должны соблюдать карантин, несмотря на тот факт, что у них есть отрицательный тест на COVID. Отрицательный тест в любом случае все сдают, потому что их даже на борт не запустят, как мы с вами ранее говорили. Скажем, ВКС, который в первый раз въехал в страну, он сидит на карантине, можно соблюдать карантин дома, самоизолироваться, и, соответственно, после этого идет, получает разрешение и благополучно начинает работу в Российской Федерации. Соответственно, здесь просто процесс выглядит так же, как и выглядел ранее, просто к процессу добавился первый шаг это получение ФСБ разрешения на въезд, и просто, к сожалению, сроки увеличились. Если раньше можно было ВКСника завести полтора-два месяца, сейчас эти сроки увеличились в два раза, потому что открытие въезда ФСБ не регламентировано, сроки не регламентированы. Этот процесс передачи, так сказать, взаимодействия профильного министерства, ФСБ, МВД, потом пограничная служба, территориальные и миграционные службы, этот процесс, он довольно длительный, и вот по нашей практике может занять до месяца и даже больше. В Казахстане, конечно, намного сокращены сроки, но при этом даже люди жалуются здесь о том, что это долго, две с половиной, три недели у нас занимает. Я не знаю, как это может быть. Да. Вы знаете, вот если речь идет от тех граждан, у которых уже есть рабочие визы, там, в принципе, только требуется, когда на сайте госуслуг появится информация, и, в принципе, это может довольно быстро появиться в зависимости от министерства. Например, Министерство цифрового развития, по моей практике, да, они довольно быстро все делают, там, через две недели также может отобразиться в базе данных. Но если мы, например, говорим о Минпромторге, то здесь, к сожалению, вот я уверена, что наши клиенты, которые сейчас на вебинаре, если они с Минпромторгом столкнулись, у них такие же подобные ситуации, то есть там запрос может очень-очень долгим быть, и месяц, и два месяца. Если, соответственно, надо оформлять также разрешение на работу, здесь я акцентирую внимание, что после того, как профильное министерство отправляет списки в МВД, в МВД они также спускают списки в территориальные миграционные службы, где оформляются приглашения и разрешения на работу. И вот этот процесс, он также занимает от одной до двух недель. И потому в совокупности мы всегда говорим клиентам, которым с нуля оформляем разрешительные документы для ВКС, что внесение в списки занимает ближе к одному месяцу, к месяцу, может быть, даже побольше. Что касается, вот как я и говорила, других категорий иностранных граждан, к сожалению, если они не в стране, для них ничего нельзя сделать. То есть можно, например, для граждан СНГ получить патент только если ты находишься уже в стране, тогда физическое твое нахождение как бы можно посмотреть в базе данных, и, соответственно, потом миграционные службы все оформляют. Нет у тебя в стране, ничего нельзя сделать. Это касается еще стандартного разрешения на работу. Здесь такой еще нюанс, что на основании указа президента, если, например, по какой-то причине, вот мы с вами говорили, например, по туристической визе человек заехал, а потом решил здесь оформить разрешение. Да, ему можно оформить разрешение, не как бы учитывая цель въезда в страну. Единственное, просто миграционные службы выдадут разрешение по 15 июня этого года по сроку действия указа президента. Что касается деловых виз, вот как раз это очень актуальный вопрос. Смотрите, наши госорганы с прошлого года не оформляют частные, не оформляют туристические визы, деловые визы, гуманитарные визы. Деловые визы можно оформить сейчас только для тех стран, которые открыты, или для тех граждан, у которых есть вид на жительство этих стран. Вот, например, список из предыдущего слайда состоит из 32 стран. Если вы являетесь гражданином одной из стран, из визовых стран, пожалуйста, ради бога, наши госорганы оформят, вам выдадут и приглашение, и визу, и вы также спокойно сможете из страны гражданства въехать, если у вас есть вид на жительство одной из этих стран, вам также спокойно оформят приглашение, оформят визу, и вы из страны проживания приедете. Пример. Гражданин США, его в списках нет. Соответственно, деловую визу гражданину США сейчас оформить нельзя. Но если, например, он проживает в Казахстане, он может спокойно предоставить, то есть мы здесь, принимающая сторона предоставляет миграционные службы вид на жительство Казахстана, здесь оформляют ему приглашение, а в Казахстане, в консульстве Российской Федерации, консул выдает визу, и человек из Казахстана прилетает, гражданин США прилетает в Россию. В других случаях, к сожалению, выдача туристических виз и деловых виз, как и гуманитарных, она приостановлена. Только это опция... Да, ага. Только опция с самолетом, если, да? Для тех стран, с которыми возобновлены сообщения. Да, 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 все верно. Только для тех стран, или у кого есть вид на жительство этих стран, вот эти граждане могут получить визы и приехать сюда. Соответственно, как вот на этом слайде написано, к сожалению, очень многие граждане не могут заехать в страну, и все митинги сейчас происходят онлайн на разных платформах, как Zoom-платформа и так далее. Я вот смотрю вопрос, который поступил у нас в середине мероприятия, там говорилось о гражданах, о гражданах Нидерландов, у которых, к сожалению, нет вид на жительство в Казахстане. Соответственно, для получения деловых виз они сейчас не смогут заехать в Россию, потому что Нидерланды отсутствуют в списке, я сейчас сверяюсь. Да, да, все верно. Все верно. К сожалению, да, Нидерланды в этом случае, наши госорганы здесь даже не оформят приглашение. То есть это должен быть официальный документ вид на жительство. А так, никто ему не оформит, гражданину Нидерландов, приглашение, визу, и, соответственно, он даже не сможет приехать в страну через Казахстан. Может быть, по какой-то причине на борт его пропустят, если пропустят, ну, если не акцентируют внимание на документ, а когда он уже будет проходить КПП, если не будет официального вид на жительство Казахстана, его просто не пропустят, а отправят обратно в страну, в Казахстан. Да, Ирина, вот здесь еще интересный вопрос. Опишите, пожалуйста, подробнее процедуру включения ВКС в список ФСБ. Мы попытались от юридического лица на госуслугах внести данные. Выскочило сообщение, данные могут носить только длив должностное лицо исполнительной власти. Да, все верно. Вы чуть-чуть неправильно сделали. Смотрите, вы, если вы являетесь коммерческой организацией, у вас такого права нет. То есть вы должны обратиться в профильное министерство по отрасли, а профильное министерство, они уже профильное министерство, то есть сотрудники госоргана, они уже как раз данные вносят на сайт госуслуги. Все происходит только через профильное министерство. А профильное министерство, они уже в дальнейшем делегируют Как бы передают данные в ФСБ, в МВД. И для ФСБ передача как раз происходит через сайт госуслуги. То есть у вас, если вы коммерческая организация, у вас никакого доступа нет. Ищите просто профильное министерство и обращайтесь к ним. И вам въезд откроют. Мы открываем въезд, уже помогаем, так сказать, клиентам открывать въезд с того момента, как такая возможность появилась. И по практике вот сколько? Ну, только один раз отказали во въезде, в открытии въезда. Обычно всем в ВКС и сопровождающим членам семьи сейчас всем выдают. Ирина, давайте еще пару последних вопросов и будем уже завершать нашу сессию. Здесь вот даже вопрос от того же клиента. А это делается по электронной почте, обращение в профильное министерство? В профильное министерство, да, можно подать запрос по электронной почте, которая указана на официальном веб-сайте министерства. Также у некоторых министерств есть возможность подать запрос онлайн через портал, который также на сайте официальном указан. Ну, мы обычно подаем через электронную почту, все работает, просто мониторьте, пожалуйста, после подачи запроса, звоните там через три дня, начинайте звонить, чтобы узнать входящий номер, чтобы уточнить, что действительно ваше письмо дошло и не потерялось. Вот еще один вопрос, еще раз про граждане Казахстана. Если граждане НРПА направляются на работу в Россию, требуется только наличие трудового договора или все-таки разрешение на въезд ФСБ? Если вы летите из Казахстана прямым авиасообщением, вас пропустят без ФСБ разрешение на въезд, то есть у вас должен быть только контракт при себе. Так, второй вопрос. Как может въехать граждан ЮАР для краткосрочной работы с оборудованием компании? Раньше им виза не требовалась. Сейчас ЮАР, кажется, в списке отсутствует, насколько я понимаю. ЮАР в списках нет. Если я правильно поняла вопрос, что это как раз техника, которая объезжает в Российскую Федерацию для осуществления монтажных и технических работ, на поставленном оборудовании обращайтесь в профильное министерство. Заказчик должен обратиться, чтобы ФСБ список человека-инженера внести в ФСБ список, и потом вам также госорганы оформят приглашение и выдадут визу. Спасибо. Ну, в принципе, мы постараемся ответить на все вопросы. Я так смотрю по списку всех вопросов и ответили на те, которые поступили до вебинара. Поэтому... Ирина, я хотела вас спросить, есть ли у вас какая-то информация по поводу того, когда это все закончится? Ой, Юля, к сожалению, да, такой вопрос довольно часто поступает. К сожалению, я думаю, на этот вопрос никакая коммерческая организация не сможет ответить. Ну, какие-то индикаторы? Индикаторов абсолютно никаких нет. Что я могу сейчас сказать, что указ президента действует до 15 июня. Соответственно, скорее всего, до 15 июня ситуация не поменяется, границы не откроются. Что касается внесения в список под стран, последние страны, вот это Германия, там Венесуэла, пять стран внесли 1 апреля. То есть этот список обновляется как бы систематично. Надо просто мониторить. Наша компания, коллеги, мы каждый день, я как руководитель, мы проверяем новости на официальных порталах. Соответственно, у нас есть, мы для своих клиентов делаем рассылку касательно миграционных новостей. То есть вот этот мониторинг, что касается ковида, он происходит на ежедневной основе. И, соответственно, если что-то в стране меняется, по крайней мере, наши партнеры и клиенты, мы их уведомляем практически в этот же день или на следующий день. Когда границы откроются, это зависит не только от России, это зависит еще от эпидемиологической ситуации в других странах. То есть, опять же, если, например, добавляют страны в список, добавляются те страны, в которых улучшилась эпидемиологическая ситуация или не настолько критичная, как вот, например, сейчас в некоторых странах, там, в европейских странах. То есть здесь мы, к сожалению, да, не можем комментировать, когда это произойдет и это все закончится. Единственное, мы можем просто проверяем разные официальные публикации, да, и следим за новостями. Ирина, и здесь последнее пожелание, просит ваши контакты для связи. Вы можете, в принципе, в общий чат тогда отправить. А может быть, на презентации есть у вас? На презентации, да, коллеги, так, вот в самом конце, на презентации я даже, если вы видите, да, там как раз данные, телефон, имейл, вся информация. Даже факс? Да, факс мы тоже оставили, да. Иногда из госорганов получаем. Ага, для кого оставили, да? Да, да, да. Ирина, вот здесь есть вопрос, и, наверное, Альфия расстроится, если мы не ответим. Гражданин ЮАР включен в список ФСБ, нужна ли виза? Из какой страны может лететь? Из Турции? Смотрите, если это техобслуживание, то есть для монтажных работ въезжает. Что касается монтажных работ, всегда требуется виза монтажная. Опять же, если вы запросили ФСБ список, да, вы в заявлении написали, откуда он может прилететь, из какой страны и через какой аэропорт здесь залететь. Ой, извините, через...